Вопрос первый. Какое у вас впечатление о нашей бандитской территории? По крайней мере, ничего особенного я не заметила. С оружием, понятное дело, так по Киеву тоже лазит немало количество народа с оружием. Иногда даже устраивают перестрелки. Не работают банки, не работают магазины, но так это бывает и в областных центрах, в украинских стоят от них и чуть-чуть от Киева. Не на столько, я вам так скажу. Если не работают некоторые банки, в мирное время лучше бы они действительно не работают. Особенно то количество и то качество продукции, которую они выдают якобы. По большому счету, на сегодняшний день от неработающих банков пострадали только люди, которые получали по карточкам деньги. Все. Социально незащищенные условия населения на пенсионерах. А как вы, кстати, решаете вопрос с теми генсионерами, которые сейчас остались без средств к существованию? Или это вопрос не к вам, потому что вы же не администрация? Получается, что к нам не всегда всякая администрация, особенно те администрации, которые 23 года ничего не делали, они естественно и сегодня не готовы перестроиться к тому, чтобы хоть что-то производить полезное в своей деятельности. Поэтому был создан гуманитарный батальон, который занимается именно такими вопросами. Вон, дебилы уже пишут. В 22.00 общение прекращайте, а то за нахождение в кафе сам Алексей Мозговой повелевал пороть. Ну а что сказать у города, а? Психиатров все-таки очень мало. Да, да. Психиатрия еще в очень, очень большой, так сказать, долгу. Это правда. Комендант сейчас вам только в плюс. Естественно. Дети меньше шаряются по улицам. Вы знаете, что здесь дело у нас даже не в детях. Здесь дело в том, что уровень преступности, если взять сейчас по городу, то по некоторым категориям он просто надо. За период, в течение нескольких дней, да, они собрали наркотиков по городу больше, чем органы внутренних дел за несколько лет. Ну так, если есть цель действительно собирать наркотики и изымать их, это одно, они и соберутся. А если есть цель крышевать и зарабатывать на этом, так понятно, что там нужно собрать-то. Тех, кого крышуют, тоже собирают. Ну вот о том и речь. Менты всю жизнь работали на крышевании наркоты. В Киеве они и продолжают заниматься всем тем же самым. Вот по дороге мы ехали из Луганска в Урончевск, и мы видели же автоблокитный забор. Наверное, тоже на фарбы собирали. А что вот это за ветряки мы видели? Да, новые станции, которые построили новые передвойные бухгалтеры. Но работают, крутятся? Работают все к положению. А кому это принадлежит? Ну, как вы думаете, кто на то время получал финансирование на развитие малого и среднего бизнеса? Естественно, те, кто получали эти деньги, решили вот таким вот образом развить свой маленький ветряковый бизнес. Вот есть такое мнение, что, в принципе, ЛНР, ДНР могут только воевать и людей, которые здесь способны что-то развивать, создавать и так далее нет. Вот есть вам что-то сказать? Это не просто того, что если бы мы не были способны что-либо создавать, мы бы не создали эту бригаду. Потому что создавалась она самостоятельно, без чьих-либо приказаний, указаний. Да, просто как раз и говорится о том, что кроме как воевать, ничего... Воевать так сложно. Это понятно. Поэтому и создавать пришлось, прежде всего, военизированное подразделение. Если бы военизований не было, естественно, бы вся эта энергия и мозги были бы направлены в другой уровень. Создаем мы числе и такие вещи. Институция Республики Новороссия. Правильно? Вот. Вот. Но я считаю по-прежнему, что проституция должна быть последним шагом. А сперва гражданское право. Не соглашусь. Нет. В Луганске мы слышали мнение, что ополченцы недовольны перемирием, поскольку считают, что на тот момент, когда оно заключалось, были все возможности для развития наступления. ВСУ, например, не сильно хочет, судя по настроениям. То есть у них нет особого желания воевать? Здесь, в другой области вообще. Вот прежде чем продолжать эти боевые действия, необходимо понять и принять для себя их важность во всем этом процессе. Мне кажется, изначально меня поделало мозги сначала отключать, а потом уже заводить ПТВ. Ну да, не получим мозг. Сейчас. А что касается, вот я говорю, перемирия, которое якобы кому-то нравится, кому-то не нравится. Не нравится, да, не нравится потому, что нет завершенности процесса. То есть такая открытое поле, там где неуютно каждому, неизвестно, что ожидать завтра. Поэтому необходимо сейчас включать мозги еще больше, чем в начале. Если мы не хотим додолбить себя друг с другом до конца. Ну конечно, видеть конечную цель, кто еще хочет. Совершенно правильно. Но судя по всему в Киеве, конечную цель видим только в уничтожении всего дома. К сожалению, по-моему, не было еще ни одного момента, когда какая-нибудь батарея отказывалась стрелять в танец. Потому что что? Потому что приказов не было не стрелять. Даже если подписали в Минске какие-либо соотношения, но тем не менее обстрелы продолжаются. И те же артиллеристы, как в былые времена исторические, не отказываются эти приказы игнорировать. Они их исполняют в точности. И не важно. Есть понимание о том, что власти в Киеве не совсем адекватны. Но артиллеристы это в Сауле, Носгвардии? Да и те и другие. И вот это толкостроение, что им говорят о Донецке, мидоватый во всем, что здесь было последние годы. Вот кто-то тянет, тянет, тянет на вот этих низменных чувствах. Ну как это кто-то? Все неизвестны наперечет. Дядя Витя это вообще неповторимый ублюдок. Точно так же, как и Ефремов, как и Королевская, как и Тихонов, как и все остальные. Но только почему-то та сторона воспринимает нас как их защитника, как будто мы боремся за их интересы. Хотя это абсолютно не так. Мало ли кто чего думает сейчас. Я вот знаю массу публики, которая прыгала на Майдане, а теперь вот говорят, блин, нас разбили, зря мы это делали. И вот до народа никак не доходит, что как можно кого-то гнобить только за то, что у него сегодня вот такое мнение. Да он завтра пять раз все думает, получит другую информацию. Потому что нас приучали любить начальника каким бы он ни был. Выборы у нас всегда проводили по симпатичности. Да, да, да. И вообще я начальник, он дурак. Хотя любой, начальник любого рамка всего лишь исполняющий свои обязанности. Все. И наша задача смотреть, как он их исполняет. Или хвалить, если он их правильно исполняет, или же критиковать, если неправильно. Если у него что-то хорошо получается, молодец, плохо получается, дружище, тебе надо немножко подкорректировать свои действия какие-то. Нет, у нас наоборот все. Или мы слепо всем любим, хороший или плохой, или мы слепо ненавидим. То же самое, если хоть хорошего, хоть плохого. Я просто приехала пообщаться с людьми. У меня нет никаких полномочий. У меня нет никаких там властно-распорядительных полномочий. Я не занимаю никакую должность. Я просто человек, который вообще ни на каких постах не пребывает. И просто приехала пообщаться. Какой разрыв шаблона у народа. Враг народа прямо. Кобец. Что, в принципе, может сделать каждый. Ну, ну, абсолютно. Но почему-то им что-то мешает. Приедьте, да, приедьте, посмотрите. Посмотрите сами. Народ вот тут пишет, а вот как насчет пленных? Расскажите, кто у вас тут сидит в казематах? И готовы ли поменять там на кого-то? Мы завтра можем познакомить. У нас один человек есть. Мы его выходили, как положено. После боя. Тяжелейшие родения были. Глаз потеряли. И что? Судимозом. Теперь он пишет стихи. Посвящает нашей бригаде. Вот так? Да. То есть больше пленных нет? Достаточно. И никуда уже не собирается, да? Нет. Ну, домой хочет, конечно. Но я хочу передать его лично его родственникам. Но в таких случаях тогда я домой не довезу. У тебя елка где-то есть в Луганске? Что ж? Это елка. Новогодняя. Новогодняя. В Луганске мы видели. У нас стоит, но еще не нарядили. Мы даже фотографии сделали. У нас тоже готовится новогоднее мероприятие. Конечно. Сейчас готовим мы несколько тысяч новогодних подарков для детворых. Соответственно, будет елка в городе, как положено. Как вообще это все принесется? То есть в ладере? Как-то там налогообложение или еще что-то? К счастью, мы, скажем так, учитывая то, что мы все-таки войсковое подразделение, мы стараемся не лезть в управление тех или иных финансов, которые связаны с городскими гражданскими делами. Почему? Потому что мы таким образом даем возможность проявить себя тем, кто сейчас стал управлять. Это раз. И второй момент. Мое уже личное мнение. Никогда человек с автоматом не может конструктивно действовать как она проводит. То есть? Если он даже и может, но его будут воспринимать как того же. Человека с автоматом. Да. Гуманитарный конвой из России периодически приходит. Как он распределяется? Он до вас доходит? Очень интересный вопрос. Как он распределяется? Никак, как он. Ни разу не получали еще? Ни разу не видели? Все, что мы наладили своим трудом, своим мозгом, то мы и не имеем. Что касается упоротых, допустим, выплат пенсий и все остальное. Извините, если бабушка, дедушка заработали эти пенсии 20 лет тому назад. Не давать им эти пенсии – это геноцид. Это понятно. Пенсионный фонд в свое время со своих зарплат. Так будьте добры, вы теперь должники. А то время по нему возвращают. Мы заехали в город. Первый вопрос, который нам задали пара пенсионеров в магазине. Прямо на въезде в город. А почему медкомбинат платит налоги, а нам пенсии не платят? Почему? Почему мозговой ничего с этим не сделает? Я спрошу у мозгового. Отвечаю на поставленный вопрос. Потому что у мозгового, во-первых, нет для этого полномочий. Это раз. Во-вторых, если сейчас заводу перекрыть все возможности для работы, значит, останутся без заработной платы 10 тысяч рабочих этого завода. Соответственно, останутся без средств существования семьи этих рабочих. Потому что зарплату им хоть плать. Естественно, останутся без 14 тысяч рабочих. Это практически ежемесячное хорошее вливание денежной массы в город. Правильно? Которое дает своеобразный оборот уже торговли внутри. И так далее, и так далее. Как ни крути. Но то, что он платит налоги этот завод еще в Киев, да. Это необходимо решать. Но не на храпом и не каким-либо волевым решением. И переговоры. Совершенно правильно. Не махая шашкой. Иначе можно только навредить и уши потрубить. А вот вы спросите у гражданской власти, почему она не дорабатывает. И не объясняет даже такие элементарные вещи собственному населению. Потому что и этим дает возможность пиариться на таких вещах всяким глобным гауном. Поэтому вот доработайте вот в этом отношении. Объясняйте больше свою позицию. Дело в том, что я неоднократно предлагал представителям гражданской власти быть немножко прозрачнее, чем есть на самом деле. Иначе и ждет та же судьба, что и предыдущая власть прозрачность вообще основа любого этого. Даже процесс принятия решения должно быть на видимой стороне, чтобы люди видели, о чем говорят, что говорят, о чем договариваются, какой результат может быть достигнут. И так далее, и так далее, и тогда будет меньше промыслов, слухов, а соответственно и недоверия. Людям надо дать механизмы решать свои вопросы сами. Вы не можете пользоваться дебилоидным украинским гражданским законодательством, потому что оно феерически дебилоидное. Оно не позволяет людям решать свои вопросы. Любое правосудие в Украине – это обыкновенная финансовая опера. Здесь сидят люди, которые за бабло сажают безневинных людей или отпускают виновных. А что они еще там делают в своих судах? Как и в принципе любой из опорных пунктов милиции. Вот именно.